Продолжение следует... Я убеждаю людей, говорю, знаете ли, если у вас есть возможность, такая есть компьютер, не поленитесь, возьмите 2-3 чистых диска, запишите и дайте вашим друзьям, потому что вы все посмотрите, это хорошо, но то, что я там рассказываю, оно больше поможет, знаете ли, даже не вам, а именно вот православным многим людям, особенно священникам, и даже вот вы это почитаете, допустим, хорошо, она пригодится вам, там много информации интересная, но я думаю, что она больше поможет многим православным христианам. Поэтому вы можете взять, эту газету дать, почитать вашим друзьям, допустим, знакомым, и диск тоже посмотреть. Есть запись очень хорошая моего свидетельства и в интернете, есть тоже насчет там, и в Рижской церкви нового поколения. У пастора Алексея Гедяева был в гостях как раз, это было в восьмом, по-моему, году уже, прошло уже много времени. И я снова в Ригу собираюсь, вот в этом двенадцатом году, даст Бог, очень люблю Ригу, у меня отец был родом, значит, и как бы, то есть там семья жила, там, и дедушка с бабушкой там жили, рижане там, и как бы много что было связано с Ригой в нашей семье, значит. Значит, и я приехал туда уже, конечно, не просто там на местах, где жила наша семья, наши там родственники, но именно приехал в Ригу, именно в новое поколение к пастору Алексею Гедяеву, потому что это мой апостол, это потому что это мой духовный отец, один из моих отцов духовных, который благословил меня на вот мое нынешнее и теперешнее служение, реформаторское православное служение. Это пастор Садея Гедваджа, Алексей Гедяев, Кент Маттокс и Джон Экхарт. Вот эти четыре человека, они помазывали меня, это было 3 февраля 2001 года, на служение, мое теперешнее служение. И я Бога за то очень благодарен, Богу благодарен им. В Риге, там есть вот эта запись моя, по новому поколению находят эту запись, может быть, она есть и в вашей церкви тоже. Пастор Алексей попросил, я проповел там в четверг и в воскресенье, в воскресенье была проповедь именно, а в четверг это было свидетельство, потому что пастор Алексей попросил, ты говоришь, не проповедуй вечером, а ты именно свидетельство, расскажи, что Бог совершил в твоей жизни, как ты дошел до жизни такой, что с тобой. Произошло, думаю, нашим людям будет интересно узнать все это, услышать. И вот получилось очень интересно, они, ну знаете, да, Рижане и Рижское новое поколение очень хорошо снимают, профессионально, все там у них на таком высшем уровне вообще просто, слава Богу. Но вкратце скажу, что вот первое мое знакомство с Богом было 30 лет назад, когда я умирал, переживал смерть, я знаю, что такое выходить из тела, знаю, что такое не понаслышкам, а потому что сам пережил в своей жизни вот все это. И я, хотя не знал ничего, что есть Бог там, не знал, что я перед Ним окажусь, я был в очень дурацкой ситуации, конечно, потому что оказался перед Богом, не зная о Нем, что Он есть вообще, и жил, не зная, что Он вообще существует, и это было просто вообще нелепой ситуацией. Но Бог пошел навстречу, Он очень любящий. Мне очень нравится, как американцы говорят, God is good, Он хороший, Бог хороший, это точно. И, значит, я был очень рад, что между нами все хорошо, потому что я оказался самым плохим мальчиком, мне было тогда, не помню, в 13 лет, 12 было, почти 13 мне было лет, и когда это все произошло, то, знаете, как будто невидимая рука стирала мою жизнь, неправильные вещи в моей жизни, и все было очень хорошо, но одно было плохо, что я не могу уже ничего исправить, нет возможности, там нет времени, это хорошо и плохо одновременно, не поймешь. Но Бог дал мне возможность еще пожить, жить и уже с новым пониманием. И вот с того времени я не могу себе представить жизни именно вне Бога, поэтому я и в училище пошел художественное, потому что я хотел Бога славить и служить ему именно искусством. Я художник по своей профессии, доцерковный мой специальный художник, и поэтому потом уже пошел я в семинарию, стать священником решил, очень твердо, хотя семья была атеистической, и доходило до того, что даже родители от меня отвлекались тогда, значит, и... А перед тем мама говорила мне, что лучше ты был пьяницей или тюремщиком, но только неверующий, мы не переживем, мы тебя кормили, растили, поили, для кого-то для попов, значит, для церкви, и... Ну, понимаете ли, мои родители были просто атеисты, именно воинствующие даже атеисты, дедушка был полковником КВД, значит, до войны еще, значит, и, понимаете ли, и был очень таким... Бабушка тоже, она дожила почти сто лет, почти прожила бабушка, недавно ушла только в вечность, и, знаете ли, она была очень такая героическая бабушка у меня, вот, но она всю жизнь твердила, сколько я помню ее, она говорила, что в России только было два нормальных человека, это Ленин и Сталин, все, все остальные дикотяйки. Вот, это было ее глубокое убеждение вообще, вот, и, но слава Богу, перед смертью она вот обратилась к Богу, значит, и я вел ее в молитве покаяния, это было чудо, это было, я видел своими глазами великое чудо, как человек, который всю жизнь жил ценностями совершенно без Божия, значит, перед смертью обращается к Богу, это, я скажу, это, ну, это, это чудо, это чудо на самом деле Божье. Слава Иисусу Христу. Да, и, конечно, я там, там же и в новом поколении в Риге я рассказывал о том, как все это произошло, я вкратце об этом уже сегодня тоже упоминал не раз, и вчера, что в 96-м году, значит, вот, пережил я такой стресс, слава Богу, Бог меня обратил к себе через слово свое, а толчком была потрясающая книга, которую я прочитал как-то на досуге, эта книга неправославная, один протестант, дьякон, писательническая церковь мне дал ее почитать, вот, мы с ним так познакомились вообще чудесно, и, значит, то есть Бог дал встречи с правильными людьми в нужное время, и книга называлась «Время начать суду с Дома Божьего», это были проповеди немецкого проповедника в Южной Африке Эрла Штегена, потрясающий автор, потрясающий проповедник, потому что говорит о Христе, потому что именно на Иисуса указывает всегда, и вообще, для меня это был такой шок просто, после этой книги мне очень захотелось Библию читать, с чего бы это? Я себя чувствовал очень глупо без Библии вообще в то время, в эти часы, когда читал эту книгу Эрла Штегена, и, знаете ли, очень захотел открыть для себя Библию вновь, и я нашел свою Библию, я искал ее полдня, перерыл все свои книги, нашел свою Библию именно на русском языке, что я читал когда-то тогда, до 88-го, и, знаете ли, ну, в 89-м еще читал ее иногда, А в 91-м, став священником, я ее забросил, я читал на Старославянском, и Бог на это касался, конечно, но это было не то совсем, и вот когда в 96-м открыл Библию для себя я, знаете ли, открыл, в комнате не было никого, дома никого не было, и я слышал тихий голос, который говорил ко мне, знаете, я нормальный человек, не слышу голосов, и в комнате никого не было абсолютно, Но голос говорил тихо, но очень уверенно, я понимал, что это Бог говорит, знаете ли, и он сказал, Сережа, посмотри, знаете, меня не отец Сергий, не ваше преподобие там, позвольте обратиться, Сережа, почему тебе было все хуже и хуже? Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, вот так вот несколько раз было сказано, как бы, с паузами такими только, я быстро говорю, а там были паузы небольшие, между этими словами, а потом было сказано так, Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. Конец цитаты. Вот как бы все, что я слышал. Я был в шоке таком просто, что это не передать. Я понял, что он сказал все, что должен был сказать, и хотел бы сказать, а теперь ждал, что я же скажу ему. Я не мог ему ничего сказать, там, по молитвослову, там, ничего в голову не шло из книг Акафисных или чего-то еще. Я просто своими словами попросил у него прощения. Говорю, Бог, пожалуйста, прости меня, вот такого-сякого, я такова, прости меня и больше не буду. И еще я сказал ему так примерно, что безопаснее доверять твоему слову. Вот это я запомнил. Из того, что я ему сказал. Особенно запомнил. И знаете, вот с того дня началась моя реформация. Слава Богу. И слава Богу, Господь реформировал меня, мою жену, тещу, детей. Тогда было двое детей у нас, теперь шестеро детей. Слава Богу, да. Реформация во всем. И написано, вопрос такой, значит, Слово Божие говорит, не делайте никакого изображения, почему вы носите крест изображения в распятого Иисуса? Он живой. Это правда, да, он живой. И вообще-то есть смысл, наверное, новое заказать. Крест уже другой уже. Но, в принципе, здесь и так уже все стерто. Мало что видно. Символически чисто осталось. От столетий, уже трех столетий, уже стерся крест уже. Старинный крест этот. Крест митрополита Олимпии Гусев мне его вручил. Я его так вот храню все эти годы. И мне он помогает в чем? Не то, чтобы бесы подпугивали. Значит, я теперь-то знаю, что не кто на мне больше того, кто в мире, а кто-то во мне больше того, кто в мире. Но теперь это мой религиозный бейджик, будем так говорить. Теперь мне не нужно представляться, кто я такой, с чем меня едят. Я вот его батюшка. Усы лапы и хвост. Для меня это моя форма одежды. Не средство превозноситься. Иисус говорил, остерегайтесь тех, которые любят среди длинных одежды, да? Да, остерегайтесь. А почему? Я не думаю, из-за того, что Иисус там против Макси, да? Я не думаю, что Иисусу против на Макси. Я не думаю, что Иисус был за мини, допустим, моду, да? Если бы фарисеи пришли бы в мини-рясах на следующее служение, я думаю, как шотландцы, допустим, да, там? А если ветер, не наиболее того. Да, ой, шотландцы. Мне, кстати, мне очень нравится волынка. Это потрясающе вообще звучит. Значит, и я слышал на прославлении однажды в американской церкви, когда играли на волынках. Это что-то такое, как траваж. Душа разворачивается, сворачивается. Наверное, в прошлой жизни был шотландцем, наверное. Вот от юбок не могу отказаться никак. Так вот, и... Шутка, конечно, насчет прошлой жизни. Значит, я помолваю, может, кто-то задумался, скажет, ага, вот я, собака, завыта. Дело в том, что, знаете ли, я не думаю, что по длине юбки, значит, духовность, не из-за короткой юбки, и грязь и короткой, ума много у тебя, значит, их духовности, и не из-за длинной у тебя отсутствия, там, духовности, да, проблема с Богом, как бы, из-за длинной юбки, значит. А из-за того, что, значит, на самом деле, кто любит ходить в длинных одеждах, чтобы, значит, ну, как в народе говорят, проще говоря, выпендриваться, значит, выделываться, выставляться, как бы, себя на показ там, и на углах улиц остановились молиться, чтобы показаться пред людьми. То есть, Иисуса это доставало. Не то, что там, значит, они там как-то специально одеваются, а то, что это все повод для гордости, для похоти отчей, гордости житейской. Вот это все, конечно, раздражало Господа, и Он это все высказывал, очень резко высказывал и обличал, очень серьезно обличал этих, эту религиозную мафию, очень серьезно. И, конечно, если бы Он сейчас, Иисус, выступил бы в собрании каком-нибудь епархиальном, думаю, тоже бы рисоносцам досталось бы на орехи бы. Вот, и, как в украинском переводе там сказано, кодла гадючая. По рождении Хигина написано в русском переводе, очень мягко. Я думаю, Иисус по-украински выразился бы, чтобы было господам батюшкам яснее, доходчивее. И, так вот, и, значит, по поводу креста, да, я, руку полагаю, новых священников, как епископ церкви. С 2002-го я уже епископом являюсь, и руку полагал за это время уже достаточно священников, диаконов и диаконистов. У нас, кстати, есть священники и диаконы, есть женщины, матушки, не только батюшки, еще есть матушки, есть. И, руку полагаю, нового священника, там, в рясе, допустим, крест ему вручает, там, аксиос, то есть, достоин, как бы, крест вручает ему. Не для того, чтобы он, опять-таки, над людьми превозносился, да, а для того, чтобы он служил, как спецовка наша, рабочая наша одежда. Понятно, не мы это придумали, думаю, не нам это пока отменять. Если Бог скажет, то я это сниму с удовольствием. Я, кстати, это снимал, а полгода не носил рясы этой. А Господь потом сказал многократно и многообразно, в течение полугода, о том, что я должен был снова это одеть. Хотя, честно говоря, я думал, это не от Бога, вначале, такие откровения, потому что оно мне надо. Вот, только освободился, как бы, только облегченно вздохнул. Я, наоборот, даже, если видел, в рясе с крестом на груди человека, где-то на улице, да, в рясах, допустим, да, меня аж воротило. У меня же как аллергия, знаете, вот так, думаю, надо же, думаю, неужели я таким был, думаю, слава тебе, Господи, что я уже не такой. Значит, да, и, да, вот так вот. Пастор Сергея, хотелось бы услышать о вашем отношении к патриарху Кириллу, патриарху Кириллу. Значит, ну как отношения? Официально никаких там отношений нет, потому что, как русская православная церковь официально, еще при Алексии II, меня анафемия предала. В 96-м году, когда я вышел из русской православной церкви, меня вдогонку обвинили в ересе пятидесятнической, и, примерно, через полгода, мне объявили, один священник просто передал, такой документ, что, оказывается, был заводченный такой церковный суд, меня судили в ересе пятидесятнической. То есть, я вот пятидесятник, по сути. Кстати, в Киеве, газету мы одно время печатали, и там в шапке было написано, газета православных христиан вероевангельской. Это бомба. Да, и, так вот, вот такой я православный пятидесятник. И к патриарху Кириллу, ну что, молимся за него, конечно, молимся. Ныне он патриарх на Руси, вот именно в России, в частности, он патриарх. И в Украине есть еще другие православные церкви, в России такая однопартийная система выставилась, очень жесткая вертикаль власти, патриарх Кирилл, значит, и одна православная церковь, только лишь на всю Россию. То есть, как бы, такая нелепая ситуация, очень, конечно. В Америке, допустим, в США мирно уживаются свыше пятидесяти разных православных церквей, и нормально, как бы, себя чувствуют люди православные. Здесь только одна православная церковь, в Украине, ну, там, не пятьдесят, но три основных, четыре уже основных православных церкви, две автокефальных, одна киевский патриархат, одна московский патриархат, и плюс еще, ну, с десяток наберется небольших таких православных церквей, старого и нового обряда. То есть, более такая многопартийная система, и она оздоравливает общество, я считаю, такая система. И, поэтому, а за Кирилла молимся, человек, ну, конечно же, с очень непростым прошлым, чекистским таким прошлым, и, как бы, его комиссия депутатская при Госдуме Российской его тогда разоблачила еще в 92-м где-то году, вот, во главе с Ольгом Пономаревым, народным депутатом тогда, значит, его и с десяток других еще агентов КГБ, которые работали под прикрытием. В православном церкви. То есть, у него очень бурная такая юность и, как бы, молодость, и криминальное прошлое очень серьезное у него, значит, поэтому, но это было прошлое, я верю, что Бог может еще не таких приводить к покаянию, и ломать, и перестраивать, и прочее. Поэтому, наше дело молиться, благоставлять, и, я думаю, что Бог может любого чекиста поломать, любого криминального авторитета, просто поломать религиозного деятеля. Если Бог мог этого Савла, да, сделать Павлом, да, вчерашнего инквизитора, который дышал там угрозами, убийствами, так, что для Бога все возможно. Аминь. Наше дело молиться, благословлять. Как правильно объяснять православным о поклонении Богу, их обращении к святым? Почему православные одевают платки на голову? Мы не одеваем. Вообще, в православии не везде платки одевают, начну с конца, да, и даже и в русской церкви православные не всегда теперь уже одевают. Еще лет 10 назад было так, хотя в Кемерово я не знаю, честно говоря, но здесь зима, сейчас не определишь, как бы, наверное, в всех платках в храм приходят. Но, вообще-то, я в разных странах мира бываю, значит, в православных церквях очень разных, вот, и в Австралии, и в Америке, и в Европе, и я, кроме, как вот, России, Украины, я платков особо не замечал по всему миру православному остальному. Значит, и то, и уже и в России, я вижу во многих храмах, ну, это не есть уже обязаловка такая, как было еще тогда, вот, в 80-е годы, начало 90-х. Сегодня, хотя, священники могут требовать некоторые, но, вообще-то, по уставу церковному, как бы, нет таких требований именно к одежде, к форме одежды. Хотя есть предания, очень много есть разных преданий на эту тему. И о покрытии и не покрытии головы, значит, в Писании есть разные ответы. И в Ветхозаветной традиции мужчины покрывали голову, в еврейской традиции до сих пор евреи носят кипу и покрывают голову на молитве. Так же делал Христос. Но Павел пишет в Каринской церкви, чтобы мужчины не покрывали свои головы. То есть, получается, не для всех покрытие и не для всех непокрытие. То же самое и к женщинам относится, что для каких-то покрытий, для каких-то непокрытий. Вот, и как один пастор говорил, по-моему, харизмат как раз, да. Что значит, что русский харизматический пастор говорил, что, в моем понимании, лучше вот женщина, которая не покрывает голову, но слушается мужа своего, чем, которая покрывает голову, но не слушается мужа своего. И скажу так, моя жена покрывала голову все эти годы, что мы были в традиционном православии. Я не говорю, что она была непослушной женой, но когда сошел Дух Святой, когда она крестилась Духом Святым, ее послушание было совсем другим уже. Она снимала платок, и ходила без платка, но я не скажу, что она стала менее непослушной, я скажу, что она во многом для меня стала примером послушания. И, честно говоря, крещение Духом Святым даже я принял не через жену, именно через ее этот пример жизненный. Потому что я немного был, как бы не то чтобы настроен, ну да, я был настроен против вот этого крещения Духом Святым в создании молитвенных языках. И именно опыт моей жены, он помог мне, как бы, думать по-другому уже. И когда Библия открылась мне после этого, как раз именно о том, что если мы, земные отцы, можем даяние благидовать детям нашим, тем более Отец Небесный даст Духа, кто просящий у Него. И меня это успокоило. Думаю, я прошу же Отца Небесного во имя Иисуса Христа, а Духе Святом я же не получу от дьявола, кроме беса там. Значит, тем более есть уже такие опыты, как у моей жены, допустим. Слава Богу. Я попросил однажды свою жену, говорю, Нин, помоли за меня, говорю, значит, и она помолила за меня. И говорит, ну, у тебя уже есть это, но ты, говорит, стесняешься. Я думаю, откуда она знает вообще? А у меня какая-то мысль такая сверху, знаете ли, хочется сказать. Да думаю, ну, я думал там, но ты не там, на греческом, что-то такое там. А здесь какая-то типа муси-пуси, ну, я же взрослый человек, конечно, не буду так выражаться. Говорю, постой здесь, я отойду в сторону. Отошел, сказал. Вернулся, она говорит, ну, сказал? Да, говорю, сказал. Ну и дальше, знаешь, еще смешнее слово. Даже первое не было такое. Постой здесь, я отойду снова. И так несколько раз отходил, приходил. А потом, говорю, говорю, Нин, проверь меня, говорю. Я знаю, у тебя от Бога. Я еще, ну, мало ли, ну, не то что-то залетело. Там, как-то, как скупинитом. Да, значит, думаю, значит, да и слава Богу. От Бога молись, говорю, слава Богу. Ну, вот такая история, такие пироги. Хорошо. Господа, давайте мы, а то время у нас уже совершенно заканчивается сегодня. Завтра будет тоже интересная тема, но хотел бы сегодня как раз о молитве за упокойно рассказать. Слава Богу, что я уже не молюсь с 96-го года за упокойно, но, к сожалению, не все так мыслят. И очень многие еще молятся. Надо им помочь как-то оттуда выбраться. История поможет нам. Я думаю, многие факты, что вы услышали сегодня и услышите сейчас, они помогут вам освобождать людей от суеверия. И, то есть, легче принимать библейскую истину и освобождаться от ереси. Мы в шестом столетии для себя запомнили что? Что был такой опыт в бане, да, в зомби. Хорошо. В десятом столетии, в 940 году, был случай, который повлиял очень роковым образом на последующую историю христианства. В 940 году, за 48 лет до начала крещения Руси, это была как раз середина 10-го столетия уже, 940 год. Что произошло? Одному монаху просто-напросто приснился сон. Вообще, молитва за упокой очень странная доктрина. Началась она с черепом в пустыне, беседа Макария. Продолжилась, развилась она, именно вот в бане с зомби, с священником беседовал. А завершилась она, как бы, и оформилась в сновидении одного монаха. Вот, как бы, вот и вся доктрина. Представляете, и это вера миллионов христиан. Миллионов людей, называющих себя христианами. Мамно ли, что приснилось. Порой такого приснится. Если всякому сну верить вообще. Да вы что? Но монах этот, он сон принял за откровение. Потому что приснилась ему покойница, его знакомая, монашка Феодора. А он накануне очень сильно любопытствовал. Что там происходит на том свете? Что там покойник там видит, слышит? И где теперь эта Феодора, значит, ну как Феодорина горе, знаете, где теперь она там страдает или не страдает, уже отстрадалась, уже настрадамус такой, знаете ли, лежал на постели и размышлял. И вот, и только он забылся сном, глядь, Феодора, покойница. И говорит, здравствуй, Гриша, я по твоей душу. Она рассказала ему, что оказывается, монаха звали Григорий. Она рассказала Григорию, что оказывается, она пришла не просто удовлетворить его любопытство. По поводу покойников там, и что они видят, слышит. А рассказать важно откровение. Потому что она сказала, покойница, что то, что я тебе расскажу, важно не только для тебя, но и для всех правоверных христиан. О, интересно. И она рассказала историю, я не буду так подробности, может, договорить такие, но в лекциях своих предыдущих я много об этом рассказываю, можно прослушать, если захотите. Там, значит, история такая, что искупление грехов совершается якобы на том свете посредством добрых дел. И молитв за эту душу. Там очень простая, в принципе, такая доктрина, очень простая. Человек грешит и при жизни, и делает добрые дела, и бесы, значит, записывают все плохие его поступки, значит, да, дела там, помышления какие-то. А вот ангелы хорошие, они тоже зря хлеб не едят, они все хорошие поступки записывают в свои книги. И вот, когда душа приходит там на, как бы, чистилище, мытарство называется, по праву основного, в католицизме чистилище называется. Так вот, 20 мытарств душа насчитала Феодора, это, значит, мытарство, это как таможня, застава. Представьте, 20 таможен пройти. И вот, значит, таможни есть пьянство, блуда, там, зависти, ереси, чего-то еще, там, 5-го, 10-го, всего 20 насчитала душа эта. Так вот, допустим, мытарство, пьянство, бесы выходят, значит, и они там с претензиями, везде ставят весы на каждом мытарстве, и бесы достают свои вот эти списки с грехами. С кем пила, когда пила, сколько пила, все записано, на капельки почифно, надо же, душа, как говорится, не виновата и я. Но поздно отпираться, факты. Что делать? Ангелы, ну, наши, как бы, хорошие уже, они говорят, душа, успокойся, у нас для тебя хорошая новость. На каждом мытарстве они ее подбатривают и достают такие списки с добрыми делами. И ложат на другую чашу весов. Ты же делал еще и добрые дела, и пытаются откупить душу. Ну, там получается, не получается, вопрос другой уже. Но там не то, чтобы у нее, может, добрых дел было мало, но за нее еще молились. Потому что досыпали на чашу с добрыми делами еще молитвы за нее. Молитвы ее духовного отца, там Василия Нового, по его тексту. И вот, душа искуплена была. Там предпоследнее мотарство протестанты не проходят точно. Там, братья, проблемы серьезные. У нового поколения тоже проблемы там, наверное. Потому что там, значит, если душа там креста не носила, ну, я еще, может, проскочу где-то 50-50. Значит, ну, там Богородица не молилась, святым не молилась, значит, там большая проблема. И Бог не почитала. И мотарство Ересей, там, значит, бесы сгоряются. И вот, душа прошла, 20 мотарств, Феодора была, как бы, искуплена своими добрыми делами и молитвами за эту душу. И она пришла в тронный зал, как бы, Иисуса Христа. Казалось бы, все. Ха, ну не тут-то было. Все только начиналось. Ангелы хорошие, они в тот же раз исчезли. Они поняли, что, значит, дело очень плохо все. Иисус в том рассказе, Он сидит на троне, Он слушает, Он видит все это происходившее, что душа перед Ним теперь стоит. Иисус, тот вымышленный в этом рассказе, Он принимает решение лишь на основе вот этих откупов и прочее. И Он заявляет той гражданке, что, как бы, в рай ее не за что взять. В ад не бросишь, но и в рай не за что. Какая-то недоделанная христианка такая, недоработанная, недомоленная. Вот такая вот. Непонятно. Вот. И душа. Представляете, женщина такой стресс испытала, да, умерла, значит, там. Да. И вот такой теплый, в кавычках, прием такой. И тот Иисус в том рассказе, Он с большой религиозной амнезией вообще. Не помнит ни Евангелий вообще. Как будто ничего не было. Ни долгов вообще. Вообще ни строчки. Вообще, знаете, все. Чисто на основании вот-вот. Что беса сделали, Он это насудит. Хорошо, ладно. Тупиковая ситуация, сценария. Женщина в шоке. Говорит, Гриша, я бы там умерла бы, но я бы уже покойниц уже. И вот, значит, дальше что. В этот момент открывается где-то сбоку там дверь. И заходит мама. Мама Иисуса Христа, Мария. Иисус встает с трону, говорит, мама, извините, у нас важное соседание здесь. Она говорит, сын, я все слышала. Она подслушивала там за дверь, представляете. Вот это да, даже у стен свои уши есть. Даже на небесах. Интересно. Значит, и она сказала, сын, ну, прости, но я понимаю, что ни рыба, ни мясо, но ради мамочки. Ради меня, пожалуйста, подпиши проходную в рай. Обители же много. Ну, как бы, Мария напомнила Иисусу, что она его там рожала, там, спеленала, там, значит, там, воспитывала, там, в школу его водила. То есть, это все. Напомнила ему. Говорит, мама, только ради вас. Только ради вас. Да, и какой ее был важный аргумент Марии, что, да, она, может быть, такая серенькая мышка такая в христианстве, но, говорит, она так молилась мне, говорит. И вот ради престижа, авторитета мамы, как бы, ну, слушай, вот она же молилась мне в конце концов и просила меня, вот я не могу, как бы, вот, взять и пройти мимо. И все, Иисус говорит, мама, только ради вас. Это как на еврейской свадьбе, да, говорит, почему не целуются на еврейской свадьбе, знаете? Кто, бывал на еврейской свадьбе? Почему не целуются на еврейской свадьбе? Потому что рядом с женихом сидит мама и говорит, Сема, кушай, кушай, Сема. Я не знаю, на небесах там как было вообще, там, в том рассказе, но у Иисуса там проблема точно. Потому что мама там, по сути, всем манипулирует. Значит, но в том рассказе, я считаю, что это рассказ полная ересь, ничего общего с настоящим, реальным Иисусом, не имеющим абсолютно, ни с Евангелием, ни с Библией, вообще, ни со здравым смыслом даже. Больше того, в том рассказе, в конце, вот это вот, это Феодора, как бы, это реально был бес, просто имитируя голос там, и, как бы, Гриша понял, что это Феодора. Но, знаете ли, у дьявола уже тысячелетний опыт обманывания населения, поэтому, как бы, с нашими родителями, с Адамом, с Евой он как обошелся, да, значит, и, в общем-то, у него опыт большой обманывать. Поэтому Григорий, он там, знаете, вокруг пальца обвел в расчета. Так вот, и он, но Григорий доверился этому сну, этому откровению. И что главное мама, главное ей молиться. Понимаете ли, Иисус, он такой неумолимый, он на основании бесовского этого взвешивания судит. А вот мама, она умолит сына, она попросит сына. И вот Григорий наутро все это пересказал своему духовному наставнику, ну, тому самому Василию Новому, что был наставником, и, как бы, той Феодоры, покойницы. Всех троих, всю Троицу доканонизировали, как святых. И Григория, и Василия, и покойницу Феодору заочно, как бы. Всех, ну, как бы, не знаю, но, как бы, за ним, по честному, потому что она уже, как бы, тоже святая, раз она удостоилась там. И вот, и родился рассказ такой, потому что Василий Новый взял сон монаха Григория, записал, прокомментировал. Кстати, его ссылки вообще-то никуда вели. Григорий хотя бы обосновал-то, что ему сон был. Василий же, по комментариях своих, вообще никуда не ссывался. Просто ему так кажется. Просто ему так видится, понимаете ли. И все. То есть, вы должны поверить авторитету этого монаха. Что он так считает. Вообще, бред полный. Вообще, это, есть никакого здравого смысла. И дальше, господа, что было дальше? Дальше, вообще, было. Эта книга стала бестселлером религиозной, мафиозной структуры. И на западе, и на востоке. И католической, и православной церкви. Но католики, слава богу, уже переболели этим, как бы. И эту книгу уже особо не издают нигде. Но в православном мире до сих пор эта болячка есть. И ее переиздают эту книгу большими тиражами. Плюс еще с картинками, с торшилками, с иллюстрациями там и прочее, прочее, прочее. И все это является, конечно, шедевром такого, значит, просто мифотворчества религиозного. В христианстве первых 9 столетий такого учения не было. С этого же сна, с этой же книги Маташты Феодоры, родились такие учения, как, допустим, поминание 9 дней, 20 дней, 40 дней, годовщины. Это все с этого учения. Потому что та Феодора, как бы покойница, она рассказала, что есть дни особые, такие критические для покойника, когда нужно его особенно помянуть, помолиться. И совершается то там суд, то его там показывают рай, то ад показывают душе. И нужна поддержка покойнику, наша земная поддержка, добрым словом, поминанием и прочее. Христиане первых 9 столетий ничего такого не знали. Но даже уже будучи одурманены религиозным, знаете ли, вот этим заблуждением, но не знали таких вот глубин сатанинских. За 48 лет до крещения Руси вот это учение появилось. За этих 48 лет до крещения Руси это учение распространилось настолько, что когда христианство пришло на Русь, эту доктрину с самого начала провозглашали всем славянам. Крещеным в Киеве, по всей Руси объясняли, смотрите, вот свежие откровения прямо для вас. Видимо, с пылу, с жару. И люди-то поверили. Тем более это перекликалось с местными славянскими суевериями, всевозможными и учениями. Это очень было похоже на то, что знали волхвы раньше. Поэтому люди это приняли очень близко к сердцу, близко, понятно. Просто были другие терминологии, были как бы другие слова, другое количество этих весов, но все было в принципе, принцип был тот же самый. Кстати, в истории мировых религий это учение не новое. Задолго до христианства, еще в Древнем Египте, в книгах мертвых, были подобные же доктрины. Только другие имена, количество этих взвешиваний и прочее. Принцип был тот же самый. Душу египтянина приводили на суд, ставились весы, добрые, злые дела. И когда этот бог, их ложный, принимал решение, то и не знали, куда египтянин отправить, ни в рай, ни в ад, ни в светлое, ни в темное. Тогда заходила Изида, значит, Богородица, и плакала, и просила за душу египтянина, и спасался этот египтянин. А до Египта Древнего, в Древнем Вавилонии, Шумере и Макаде, были подобные же доктрины. Еще задолго до египетской цивилизации. Времена пост-вавилонского столпотворения этого, были такие же доктрины. Оказывается, шумерцы, вавилоняне древние верили примерно так же, что, ну, как бы, народ всегда один тот же, знаете ли, и тоже было много таких середняков, как бы, и ни туда, ни сюда. И доброго, и злого много, в принципе, у людей навалом, знаете ли. Но если душа египтянина, ой, душа этого вавилонянина, шумерца, она никак не могла найти, как бы, во-первых, были продуманы молитвы за эту душу, что должны ее успокоить, как бы, эту душу умершего, как бы, в особые дни, специальные дни. Потом, если душа взвешивалась и не находилось ей пристанище, тогда, опять-таки, Богородица, ихняя, это, Семирамида, которая с сыном Фомузы на руках изображалась вавилонянами, она заходила, эта Богородица, к своему сыну, который, там, очень такая странная история, это же ее и муж, и сын, и бог, и непонятно вообще, такая странная история, запутанная. И она просила перед Фомузой за душу вавилонянина и шумерца. И там с картинками, все как положено, как могли тогда, изображали вавилоняне. То есть, это учение было известно задолго до нашей эры. Но в христианство оно пришло вот тогда, в 10-м столетии. И я считаю, это либо плагиат религиозный, что тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что монахи, многие на Востоке, они могли знать эти писания восточные. Потом, или же, если это не так, то это еще хуже ситуация. Это значит, общение с теми же самыми бесами у монахов эти было, что и у тех шумерцев вавилонян, что у египтян. Господь побил у нас. Представляете, миллионы людей вокруг нас сегодня, в России, в Украине, в других странах, молятся за покойников, доверяя доктринам, которые были рождены в пустынях с черепами, в бане с зомби, во сне монахов рождались. Больное воображение могло такое учение лишь родить. Знаете ли? И все это для чего? Один лишь заинтересованный во всем этом есть, не человек, а личность одна лишь заинтересованная. Это дьявол, который пришел лишь украсть, убить и погубить. Его цель только лишь одна. И все это для того лишь, чтобы Иисуса Христа убрать с поля зрения христиан. Лишь для того, чтобы Библия, Божье Слово, не освободило людей. Чтобы держать в кабале их множество душ. Друзья, но приходит время свободы. Одному священнику там, в Удмуртии, на севере, я вопрос задал такой. Это было в таком импровизированном диспуте, где были в основном его прихожане. Очень мало было там евангельских верующих, раз-два пчелся. И я сказал ему, я не знал, что ему говорить, во-первых, чтобы я ему не говорил перед тем, он все это отбрасывал и как бы не воспринимал никак. И я взмолился внутри просто про себя, говорю, Господь, ну дай Слово для этого человека. А второе, я попросил чудо о том, попросил Господь, если Слово, то дай и возможность Слово это сказать, чтобы он не перебивал. Потому что он очень так вот говорит, говорит и пять копеек не ставишь там даже. И вот, и знаете ли, и что произошло? Вдруг мне ни с того ни с сего приходят на ум задать ему вопрос, ребром поставить ему, ребром. Вот это да, думаю. И тут же чудо, его это там словесное, прекратилось. И я ему говорю, в присутствии всех людей этих, которые были там, я говорю, знаете ли, батюшка, скажите, пожалуйста, вы как священник скажите мне, вы сами возрождены свыше или нет? Если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад? То, что он сказал, скажи, я сам был удивлен. И люди, они как бы доверяя ему, но однако же задумывались многие. Он сказал, цитирую, нет, говорит, не возрожден и скорее всего пойду в ад. Конец цитаты. Вы знаете, я его за язык не тянул. Он мог бы так же, как и прежде, мои слова бросать за хребет. И вообще, знаете ли, есть такая тактика, наглая, подлая такая. Он даже послушал меня, а как будто бы я ничего не говорил вообще. Говорит свою теорию, все. И он вел себя вот таким образом. А здесь он, во-первых, ответил, во-вторых, ответил так, что сам задумался. У него опять пауза возникла. Он сказал и начал, как сейчас говорят, стал догонять. Что не то, что ты сказал. И потом, когда опять пауза, я уже не имел ничего как бы от Бога, но я понял, в каком русле нужно говорить дальше. И я ему стал говорить, развивая эту тему. Я говорю, знаете ли, говорю, вот если вы как священник, вы только что сказали. Я процитировал его же самого, для него же самого и для людей, чтобы он еще больше задумался. Очень красиво и очень хорошо, когда человек слышит самого себя. Он думать начинает, он умнеет, он может исправляться. И я ему говорю, вот вы сказали только что, что вы не возрождены и скорее всего пойдете в ад. Только говорю, куда вы можете повести за собой людей? Потому что большинство здесь присутствующих, они вам как пастору, как священнику доверяют. У вас авторитет в этом городе. И все. На этот вопрос он ничегошеньки не ответил, спохватился, собрался с мыслями и начал говорить совершенно вообще на другую тему. Абсолютно о какой-то политике там религиозной и прочее, прочее, прочее. На меня там все повесило, даже на разума Советского Союза. У него была своя логика во всем этом. Но, знаете ли, когда мы разошлись, люди православные этого города, которые пришли туда, они были вначале настроены по отношению ко мне так немного агрессивно. Было видно, что их накрутили, рассказали какие-то непонятные вещи, может я не знаю. Но они доверяли своему батюшке. Они пришли, вот там два батюшки. Он местный, как традиционный священник. Я для них, для большинства был как отступник, раскольник. Он меня назвал там харизматряженный, там как-то еще там, что-то такое. И, значит, он меня серьезно не воспринимал именно как отступника, еретика, сектанта. Хорошо, говорю. Ну, а здесь, после этого диспута, который образовался сам собой, вдруг эти православные подходят ко мне и благодарят меня, говорят спасибо, что вы все вот так сказали. И есть о чем подумать, и благодарили, и просили. Ну, вообще, очень интересно получилось. Кстати, потом я звонил, мне звонили братья с Удмуртии, и я в Киеве тогда был как раз, уже потом. И они рассказывали мне про, как у них там все служение проходит и прочее. А я спросил, а как батюшка там ваш? А этот батюшка раньше хулиганил там, и верующим кровь пил там буквально. Значит, и вел себя так, ну, ругался, скандалил, значит, там, значит, там, и бабушек обижал. Даже которые лишь там, значит, просто заходили на служение, там, раз-два попали на служение в собрание, значит, и он их там настолько ругал, там, прилюдно, что, значит, там, чуть не сатаной называл, значит, там, и говорит, на кладбище места не получишь, там, значит, там, закопать собаку тебя там за кладбищем. Бабушки православные подходили ко мне и жаловались, еще до этого всего. Значит, а бабушка там чуть не плачет, говорит, вот так и так, я только лишь один раз зашла. Ну, книжечку подержал, там, спели, там, песни, ну, закрыли, все. Я на иску о нем, может, рассказал, так он так разорался на весь храм, говорит, вот, сектантом пошла к баптистам, сатанистом пошла, значит, там, ну, ладно. А вы, говорит, не против баптиста, говорит, нет, нормально, ребята, ну, в семье не без урока, конечно, везде есть разные люди, но, говорю, люди-то верят в Бога, в Иисуса Христа, да, устала объяснять бабушке все это, она, говорит, успокоилась немного. Он, говорит, так вы поговорите с нашим батюшкой, чтобы он, говорит, так больше не ругался. И последней радостью лишал этих бабушек место на кладбище. У них одна радость жизни осталась, значит, знаете, на кладбище место. И вот, а я, братья, спрашиваю, ну, как батюшка ваш? Они, говорит, вообще изменился, как бабки сводили вообще. Батюшка вообще шелкал, не ругается. Раньше его люди добрые обходили, дорогу переходили, чтобы с ними встречаться. Там город небольшой такой, да, теперь, чтобы не вызывать агрессию. Вот, а здесь здоровается, приветствуется, говорит, значит, И в своем храме даже запретил разговорчики в строю. Знаете, я вон подбывший военный, запретил разговоры за ящиком. Там одна бабушка опять была начала такую старую эту пластинку, мол, там баптисты, сатанисты всякие понаехали. А он как там ряфнул на весь храм, говорит, типа молчать, как бы там, типа отжаться или что-то еще там, что-то такое. Понимаете, командно так вот скомандовал. Бабушка там в шоке. И еще сказал, ну, вам нужно еще поучиться у них верить в Бога, говорит. Вот, бабушка там тряскались. Вот это да, что с батюшкой случилось? Есть такая книга интересная, мессианская, еврейская. Они задумались, называется. Слава Богу. Хорошо, господа, время приближается к концу. Вот и сегодняшний вечер завершается. Давайте завершим его молитвой. Бога поблагодарим, тем более завтра начинается день благодарения, праздник благодарения. Последний четверг ноября, по давней традиции, в разных церквях, странах, в Америке он является даже государственным праздником, день благодарения. И пусть Бог благословит. И наша церковь тоже к этому празднику, будем так говорить, давно уже имеет прямое отношение. Потому что в нашем святце, в наших календарях праздник благодарения он отмечается. Каждый четверг, последний четверг ноября мы тоже празднуем день благодарения. Ну, иногда с индейкой даже, кстати, поставить. Мне очень индейка нравится, конечно. Нет, я не напрашиваюсь. Вы поймите правильнее. Я согласен, и на гусях, как для гуса. Да. Нет, ну вообще-то... Так вот, скажи так, а, Сергей Харизматов. Значит, самое важное, что слава Богу за то, что люди, даже которые мало, может быть, благодарят в жизни Бога, все-таки хотя бы раз в году некоторые люди вспоминают, что надо Бога благодарить. Сказать ему спасибо огромное за жизнь, за воздух, за землю, за все, что мы имеем в нашей жизни. И он, Бог, достойный всей славы и полы. И, конечно, настоящие христиане, рожденные свыше, рожденные от Него, они будут Его каждый день славить. И нам есть за что Бога славить. Даже когда нам порой, может, кажется, не за что Его славить, есть за что Бога славить. Всегда есть. И Ему за все слава. Спасибо Тебе, Господь, огромное. Боже всемогущий, в начале этого дня благодарения я хочу Тебя поблагодарить, Господь. Посыновье, от всего сердца, просто сказать тебе спасибо огромное. Благословен Ты Бог наш, давший нам жизнь, дыхание и все, тобой мы живем и движемся и существуем. Боже наш, Ты так возлюбил мир. Отец наш, Аба, Отче. Нас, сыновей и дочерей Своих, и отдал Сына Своего и Ненародного Своего, Иисуса Христа, Господа, Спасителя нашего, на распятие за нас. Чтобы мы не пошли в ад, чтобы мы имели жизнь вечную. Спасибо за Духа Святого. Спасибо за Утешителя. Мы не силы, мы не брошены, мы не оставлены. Ты не такой, как некоторые из нас, людей, нарожают и не заботятся о детях Своих. Бог, Ты не такой, Ты не оставляешь сиротами. Ты не забываешь, Ты написал на славдланих Своих. Боже всемогущий. Но помимо всего этого мы напоминаем Тебе о себе вновь и вновь. В этой молитве благодарение, Господь. Спасибо огромное за все. Благослови нас, Господь, Боже, и то, о чем сегодня говорилось, и в предыдущие эти вечера в этой школе библейской, Боже, о многом негативном говорилось таки, Боже. И на самом деле в истории христианства было, к сожалению, наверное, больше того, что позорило Тебя, чем проставляло. Боже, прости. И когда мы в какую-то грязь просто смотрим, окунаемся, изучаем, то это не для того, чтобы мы не свиньи, мы не хрюшки эти, которые вымыты снова идут валяться в грязь. Мы не для того, чтобы быть в грязи, как в своей стихии. Это не наше теперь. Боже, грязь не для нас. Наше общение с Тобой, с Духом Твоим святым. Но, Господь, это для того, чтобы сегодня нам еще и еще раз осознать, от чего Ты нас спас. Еще и еще раз поблагодарить Тебя. Огромное спасибо Тебе сказать. Боже, спасибо Тебе за все. Откуда Он нас вытащил? Боже. И для того, чтобы помочь многим душам, запутавшихся в умствовании своих, чьи сердца омрачились, и кто вместо Тебя, Творца, Творению поклоняется, Бог, Святой, прости. Боже. И в совершенных судьбах великий переворот, великое чудо. Боже. Написано, блин, и начался у нас дома Твоего, Отец. И сегодня, Господь, дом Твой не пустит. Спасибо Тебе, Господь. Сегодня дом Твой. Это не храм из бревен, из камней, но храм из живых людей. Спасибо, Господь, что сегодня дом Твой наполнен, как никогда. Господь, спасен у меня душами. Спасибо, что сегодня не пусто в Доме Твоем. Спасибо, что сегодня не пусто и в наших домах. Спасибо, что Ты у нас есть. Спасибо, Господь, за все. Благословен Ты Бог наш. И прими, Господь, в этом дне благодарения, Господь, в этот последний четверг, ноября, по всей нашей планете, прими хвалу из разных уст, с разных сердец. Боже, людей, благодарящих Тебя, благослови, Господь, еще больше и больше. А тех, кто не знает Тебя, кто не знает, что Тебя надо благодарить, просто Боже, спаси их. Дай им, Господь, осознать, что Ты благое, хороший, человеколюбивый, истинный Бог. И нет другого помимо Тебя. Спасибо тебе, Господь, огромное спасибо. Снова и снова. Во имя Иисуса. Аминь. И я хочу Вас благословить стихами благословения Ааронова сейчас. Примите это, Боже, благословение в свое сердце, в свою жизнь. Пусть в этом дне благодарения наступающим, пусть благодарность наполнится наше сердце, наши дома, наши жены, мужья, дети, внуки, у кого родители, я не знаю, наши семьи. Пусть кровь Иисуса будет на косяках наших сердец, нашего разума, наших домов, нашего потомства. И пусть Господь благословит народ своим миром. И даже среди нас, если не так много евреев по крови, то по нашей общей вере в Иисуса Христа, мы все наследники, великие благословения Бога, великие благословения Библии. Потому что одна лоза, а мы дети. Один Христос, а мы Его дети. Я пою благословения на еврейском и на русском. Иисус Христос, а мы его родители, великие благословения Библии. Иисадонай, панав лейха, вея салиха, шалом. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиа, Иешуа Машихейном. Во имя Иисуса Христа, Мессии. Аминь. 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 Слава Иисусу. С миром Божьим. До завтра. Аминь. 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 Продолжение следует...